В этом видео хочу показать вам веб-сайт, это одна из моих последних работ, сайт компании Дома Бренд. И данное видео будет больше предназначено для владельцев сайтов. Я покажу админку, покажу, что здесь сделано для удобства, как пользователя, так и администратора сайта. И расскажу о том, какие сюда были включены плагины, для того, чтобы удобно было работать с данным сайтом. И расскажу о том, какие были сделаны доработки. Дело в том, что в WooCommerce есть много всего того, что раздражает владельцев сайтов. Там, ну, грубо говоря, WooCommerce предназначен больше, наверное, для разработчиков. И когда люди делают сайт, думая о том, что WordPress, WooCommerce, это так просто, вот просто установил, и вот у тебя веб-сайт, то там есть много всего, чего неудобно, как для пользователя, который заходит на ваш сайт, покупателя, так и для владельца сайта. И вот многие вещи, которые уже на протяжении многих лет работы с WooCommerce, на основании моего опыта и опыта всех людей, которые работают на таких сайтах, я знаю, что здесь может раздражать, и что нужно было убрать и, ну, в общем, доделать, да. Делается это, естественно, с помощью кодов, перезаписи шаблонов в WooCommerce, и вот об этом я, собственно, расскажу. Итак, сайт сделан в минималистическом стиле, такой стиль сайтов обычно выбирают бренды высокой моды, такие как, например, Christian, Dior, Valentina, если вы зайдете на их сайты, то вы увидите что-то похожее. Похожее здесь заключается в том, что здесь нет ничего лишнего, никакой дополнительной графики, и нет, как бы, богатства красок, да, здесь все черно-белое, и акцент дается только на фотографии, на изображение товаров. Ну, еще, может быть, вот на главной странице слайды, либо, может быть, плашки, такие большие фотографии для обозначения, например, каких-то категорий, но в целом все будет очень минималистично, и будет весь акцент именно на фотографиях, на очень качественных фотографиях товаров, чтобы ничего не отвлекало от покупки, и все страницы, которые здесь есть, они предназначены для того, чтобы помочь. Все здесь, что есть, оно помогает и управляет человека на то, чтобы все-таки купить, прочитать о товаре, добавить в корзину. Максимально упрощена корзина, оформление заказа, ну, в общем, это мы, немножко я забегаю вперед, расскажу чуть позже. Итак, сайт сделан на WordPress, шаблон использовался Hello Elementor, поскольку основной шаблон для верстки это Elementor, здесь и Elementor Pro, но сюда еще добавлен поверх шаблон Hello Elementor Child, для того, чтобы туда вносить кастомные произвольные коды, как PHP, так и JavaScript, а также для перезаписи шаблонов в WooCommerce. Были перезаписаны шаблоны писем, шаблоны корзины, шаблоны страницы товара, ну, еще ряд шаблонов, которые в WooCommerce тоже не было возможности их перезаписать с помощью функций. Также Hello использовался для того, чтобы вносить туда дополнительные произвольные стили. Вот их было сделано тоже очень-очень много дополнительных стилей, чтобы перезаписать дефолтный внешний вид, который было невозможно сделать ни с помощью самого шаблона, да, ни с помощью Elementor. Вот эти стили были перезаписаны. Также был занесен туда новый функционал некоторых элементов, про которые я тоже расскажу чуть позже, которых вообще нет в WooCommerce, их нужно было создать. Собственно, для этого использовался именно Hello Child, чтобы при обновлении Hello Elementor не произошла перезапись файлов, и чтобы, ну, в общем, ничего не исчезло. Для этого используется дочерний шаблон. Также ряд плагинов, ну, понятно, есть какие-то плагины обязательные, такие как, например, Yoast или там защита от спама, или, скажем, защита от взлома. Это такие стандартные плагины, которые обязательно нужны, или, скажем, кеширование, да, они обязательно нужны для любого сайта. А также здесь были использованы плагины, которые улучшали функционал именно в WooCommerce, такие как, например, поиск Аякс, фильтры для каталога, ну, еще ряд плагинов. Wishlist, например, да, With Wishlist, тоже здесь очень много перезаписывалось для того, чтобы значок был на карточке товара, ну, и так далее. Итак, эти плагины я тоже покажу вам в админке. Естественно, создать такой сайт может именно разработчик, разработчик WooCommerce. Если вы просто владелец сайта, то это для вас просто такое информационное видео, чтобы вы понимали, ну, то есть, что будет установлено, да, на вашем сайте. Самому сделать, сразу скажу, что просто установить эти плагины, про которые я говорю, расскажу, просто их установить на сайт, настроить этого недостаточно. Было очень много сделано именно до работы, для того, чтобы это выглядело стильно и подходило по стилю именно вот данного сайта. Потому что если просто их поставить, они выбиваются, и смотрятся они так гармонично, как инородное такое тело. Ну, в общем, все смотрится очень неаккуратно, и, ну, в общем, для такого сайта с дорогой продукцией такие вещи, конечно, не подходят. Нужно, чтобы все здесь было выверено до мелочей, и все, чтобы гармонировало, все было подобрано. Такие, например, как вот иконки, да. Здесь были подобраны абсолютно все иконки в SVG в одном стиле. То есть это вот такие тонкие иконочки, да, и они вот везде, где здесь используются, они все сделаны в одном стиле. Хорошо, теперь давайте посмотрим, что, собственно, на сайте. Я буду акцентировать внимание по ходу видео, где были какие изменения сделаны, что было сделано для удобства пользователя и для удобства владельца сайта. Итак, шапка у нас стандартная. Здесь логотип с левой стороны, затем идет меню. Вот, кстати, тоже здесь иконка, да, она тоже была заменена в стандартном виде. Она такая фонт-осом, это используются такие шрифты, да, иконки. Они жирные, некрасивые, ну, сам шрифт такой жирный. Вот, и для данного сайта, конечно, не подходит. Поэтому абсолютно все иконочки были подобраны. Вот эти вот тоже стрелочки. Все, что было в одном стиле. Меню достаточно стандартное, просто горизонтальное меню с некоторыми выпадающими блоками. С правой стороны у нас иконки магазин. При клике на магазин, на иконку магазина всплывает, с левой стороны выплывает панель, где отображаются товары, которые человек добавил в корзину, и переход на страницы просмотр корзины и оформление заказа. Тоже здесь заменены иконки, например, вот удалить, да, удаление, чтобы тоже соответствовал стилю. Дальше иконка личный кабинет. Кстати, личный кабинет, страница полностью перезаписана, и чуть позже я вам покажу, как она выглядит. Дальше иконка сердечко. Это используется здесь функционал плагина If Wishlist. Хороший функционал, это бесплатный плагин, у него есть платная версия, но для основной работы достаточно бесплатной. Здесь была перезаписана иконка, там иконка используется обычная такая, с жирными такими полями. Вот, здесь иконка соответствует стилю, и у этого плагина есть отдельная страница, где выводятся вот эти товары избранные. Что значит сердечко? У каждого товара здесь вот с правой стороны вверху есть тоже сердечко. При клике на это сердечко программа добавляет данный товар в избранные. То есть это персональные избранные человека, который, соответственно, сейчас находится на сайте и кликает, что бы он хотел купить. По-английски это Wishlist, товар добавлен. Когда человек добавляет данный товар, сердечко окрашивается в черный цвет, в темный, темно-серый, вот еще тоже два здесь есть, и все это складывается на страницу избранной. Если мы кликнем на данную страницу, то, соответственно, отобразятся все товары, которые были добавлены. Обратите внимание, что здесь товары в том же стиле отображаются, как и в каталоге. В самом плагине Wishlist, там отображаются они вообще совсем некрасиво, это просто в виде корзины с какими-то полями, таблица, очень маленькая картинка. Ну, в общем, если вы хотите, вы можете посмотреть, как это выглядит на сайте данного плагина, и вот страница отображения товаров на странице Wishlist полностью-полностью перезаписана и стилизована практически в том же виде, как и в каталоге, то есть чтобы выглядело одинаково. На этой странице человек может, видя те товары, которые он отложил, добавить в корзину, отображается в наличии товар или нет, отображается его заголовок, цена, ну и, соответственно, картинка. Также можно из избранных удалить. Если что-то уже не хочется покупать, то можно убрать. Это вот страница у нас Wishlist. Также вот эти товары, которые добавлены в Wishlist, отображаются еще и на странице личный кабинет. То есть когда человек у нас покупает товар, то автоматически происходит регистрация, и человек залогинится автоматически. У него появляется личный кабинет, и в личном кабинете отображаются товары, которые он купил. Ну, во-первых, приветствие, выйти, личный кабинет, с возвращением подставляется имя человека. Здесь отображаться будут все заказы, которые человек сделал, и список избранных. Здесь вот очень важный момент. Если вы знаете WooCommerce и видели, как выглядит личный кабинет, стандартный WooCommerce, то вы знаете, что это достаточно такая раздражающая вещь. Это страница с такими вот вкладками с правой стороны, и на каждый раздел это отдельная страница. То есть кликая на мои заказы, страница перезагружается, и человек попадает на страничку мои заказы и видит это все в виде таблицы. Хочет перейти, например, там список избранных, но это вот дополнительная вкладка, именно касающаяся плагина, то опять страница перезагружается, и много чего лишнего. Такие, например, страницы, как скачивание, если, допустим, у вас есть скачиваемые товары, а если их нет, то это вообще вкладка не нужна, там смена вот этих адресов, вот это все на самом деле не нужно, это лишний функционал, который мешает и раздражает пользователя. Все, что ему нужно, это посмотреть свои заказы и посмотреть в данном случае список избранных. Все. Ну, можно было бы еще добавить, например, изменение адреса, но это тоже не принципиально, здесь как бы человек все это может сделать в процессе заказа. Вот, и все это выведено на одну страницу в виде вот такого аккордеона, согласитесь, это очень удобно для пользователя, все на одной странице открывается очень быстро, страница не перезагружается при этом, и все вот на одной странице, все видно. Я считаю, вот этот вариант самый идеальный для личного кабинета, ничего лишнего, ничего не мешает, никуда лишние переходы человек не делает, все на одной странице. Если ему нужно выйти из личного кабинета, он тут же нажимает на кнопку «Выйти». Идеальная страница. Это вот у нас личный кабинет, тоже был шаблон этой страницы полностью перезаписан. Дальше у нас идет кнопка «Поиска». Поиск размещают по-разному на сайтах, интернет-магазинах, иногда его размещают прямо вот в виде поиска, в шапке, человек вводит туда данные, и появляется список товаров. Но здесь мы сделали скрытое поле, когда человек кликает на данную иконку, то поле поиска всплывает, точнее, выплывает из-под шапки. Вот здесь большое, огромное поле, где человек может ввести уже название какого-то продукта или его, допустим, не обязательно продукта, а какой-то категории, ему отображаются товары, которые найдены. Для этого используется плагин Advanced Ayax Search для WooCommerce, специальный плагин. Но опять же, если его не перезаписывать, то выглядит он крайне скромно, это просто будет такой список товаров отображаться, и, ну, конечно, всего вот этого выплывающего не будет. То есть вот этот функционал, выплывающее или там закрывающееся поле, это вот все тоже доработка. Я считаю, это крайне удобно, потому что так его не видно, оно не мешает глазам, но когда человеку надо, он кликнет и увидит это поле. Это очень удобно. Кстати, в мобильной версии мы разместили данное поле для поиска в меню. Когда мы нажимаем на меню, здесь оно уже без клика доступно для использования. Переходим снова в обычную версию десктопную. Перейдем на главную страницу. Дальше у нас идет слайдер. Ну, это обычная сделана страница в Elementor слайдер с несколькими слайдами. Еще автор сайта будет, владелец сайта будет решать, что здесь разместить пока вот в таком виде. Здесь распродажа, логотип и коллекции. Да, еще вот здесь вверху у нас идет плашка. Обязательно что-то здесь вверху надо размещать. Ну, вот у владельца сайта, у этой компании есть возможность заказать, получить бесплатную доставку, если заказываешь свыше 5000 рублей. Это очень мотивирует людей тоже заказывать больше, поэтому мы здесь вот эту фразу разместили. Также вот я покажу еще в корзине, когда мы переходим в корзину, мы добавили дополнительный функционал, тоже мотивирующий делать больше покупок. Это фраза, сейчас мы перейдем в корзину, вот такая вот плашка, где указывается, сколько еще нужно добавить в корзину, чтобы получить бесплатную доставку. Если человек добавляет еще товар, то, соответственно, идет перерасчет и появляется плашка у вас бесплатная доставка. Ну, раз мы уже здесь в корзине, то давайте еще я кое-что здесь покажу, что мы здесь переделали. Очень важный момент, это кнопки плюс-минус добавления, уменьшения количества товаров в корзине. По умолчанию, если вы знаете WooCommerce, работали с ним или видели сайты на WooCommerce, то здесь обычное поле и просто надо вручную вводить количество и автоматически здесь не меняется стоимость и количество, да, то есть нужно нажать на кнопку, которая здесь вот внизу появляется, обновить корзину, то есть вы поменяли, добавили сюда еще один товар или его убрали и нужно нажать на кнопку. Это лишние действия, которые раздражают, не всегда очевидны и люди не всегда знают, что нужно сделать, чтобы наконец-то это 2, произошел перерасчет, да, и стало там, допустим, больше товаров. Вот здесь я полностью переделала, опять же, вот этот функционал Quantity, поле добавила плюс-минус и автоматическое изменение цены товара в корзине. Это очень здорово и очень удобно. Видите, как это происходит легко. Происходит перезагрузка, перерасчет, ну, в общем, это очень удобно. Соответственно, вот здесь вот считается, сколько до бесплатной доставки, тоже классно. Итак, я сейчас уменьшу, для того, чтобы была все-таки доставка, и мы посмотрим в оформлении заказа, что там дальше происходит, если у нас есть доставка. Доставка осуществляется здесь с помощью компании СДЭК и только СДЭК. И сюда установлен плагин, это платный плагин, очень хороший, отлично работает. Мы установили здесь две возможности, это посылка склад-дверь и посылка склад-склад. Давайте посмотрим, как это работает. Так, переходим в оформление заказа. Перед тем, как приступим вот к доставке, давайте посмотрим поля для заполнения оформления заказа. Опять же, если вы знаете WooCommerce, то вы знаете, какая там огромная форма. она просто гигантская. Там куча лишних полей, которые обычно заполняешь и они очень раздражают. Там, например, компании, название, один адрес поле, второй адрес поле, потом штат, или там не штат, а область, потом город. Ну, в общем, огромная-огромная форма, которая совершенно не нужна. Здесь мы сократили одну форму и разделили ее на две части. Это одна форма. Форма платежная. Первая часть у нас контактная информация, где имя, фамилия, телефон, e-mail, все. Это все, что касается контактов. Дальше мы эту форму разделяем вот таким заголовком адрес доставки. И здесь у нас в зависимости от того, какой способ доставки человек выбирает, отображаются следующие поля. Населенный пункт это в любом случае отображается. Если это у нас склад-дверь, то нужно прописать адрес и почтовый индекс. Если же мы выбираем склад-склад, то происходит перезагрузка и здесь у нас только одно поле, которое заполнять не нужно. Его нужно выбирать с помощью кнопки выбрать пункт выдачи. Так работает плагин. Выбираем пункт выдачи, который нам нужен. Это вот, допустим, Волгоград. Я сейчас смотрю. Так, где у нас тут? Кнопка, а вот она, кнопка выдачи. Да, забрать здесь и автоматически продолжить оформление заказа. Здесь подставляется адрес выдачи. Плагин замечательный, работает идеально. И после того, как человек сделал заказ, происходит автоматическая регистрация заказа в СДЭК, отправляется со СДЭК письмо, присваивается трек-код. Все это у вас в админке отображается, в админке СДЭКа. Ну, в общем, идеальный вообще плагин. Прямо рекомендую. И он недорого стоит. И достойный вообще плагин для работы. Дальше у нас подсоединена система оплаты робокасса. Ну, здесь был выбор. Клиент использует банк Точка. И они подключают либо Яндекс.Касса, либо робокасса, либо третий вариант пейкипер, по-моему, так называется система. И самый-самый подходящий именно для этого варианта оказался робокасса. Чем он хорош? Тем, что здесь первое, не нужно думать о онлайн-кассе. Они берут это на себя, потому что в случае, если Яндекс.Кассу мы подключаем, нужно подключить онлайн-кассу, арендовать кассовый аппарат онлайн. Ну, в общем, там достаточно еще затрат, но даже может быть не в затратах дела, а именно во всех этих регистрациях, подключениях. Достаточно сложный процесс. Здесь робокасса все берет на себя, но за это она берет какой-то процент с каждой оплаты. Чеки приходят автоматически, то есть человек оплачивает через робокассу, приходит чек официальный. В общем, все красиво, хорошо работает. Дальше у нас стандартное, здесь я согласен, с договором оферты подтвердить заказ. Все очень просто. Еще, что здесь интересное добавлено, это купон. Если вы знаете в e-commerce, я все время как бы ссылаюсь на то, что если вы с ним знакомы, то вы знаете, что вот код купона, он хорошо представлен на странице корзина, но его практически, можно сказать, нет на странице чекао, да, оформление заказа, потому что он, это форма скрыта, скрыта под ссылкой наверху, вот здесь появляется ссылка, если у вас есть код купона, кликните сюда и заполните его. Когда кликаешь на ссылочку, появляется форма, и тогда человек может ее увидеть и заполнить. Но это опять же очень не очевидно, ее не видно, и человек может даже пропустил вот этот шаг к корзину, а сразу перешел в оформление заказа и не может понять, где ему применить этот купон, если он у него есть. Поэтому вот здесь мы код купона перенесли и сделали его очевидным прям сразу же в виде формы, сразу после перечисления товаров, которые человек добавил в корзину. Это очень удобно, сразу же его видно, человек тут же может ввести код купона, применить этот купон и получается очень удобно. То есть он может это сделать сразу на странице оформления заказа. Вот, пожалуйста, произошел перерасчет и сумма уменьшилась. Вот, для того, чтобы добавить этот код купона, тоже был перезаписан шаблон. Итак, давайте вернемся на главную страницу и еще посмотрим, что у нас здесь есть в каталоге. На главной странице все крайне скромно. Я думала добавить сюда больше информации, например, добавить коллекции в виде плашек, там всего 4 коллекции, осеннее, зимнее, летнее и весеннее. Добавить, может быть, товары со скидками, добавить отдельно, да, товары еще, бестселлеры и так далее. Но владелец сайта решил, что будет достаточно добавить новинки и именно выборку из тех товаров, которые сегодня актуальны, то есть, например, осенняя коллекция. Выборка здесь проходит по принципу рекомендованное, то есть, внутри в админке автор нажимает на звездочки тех товаров, которые нужно вывести на главной странице, и они отображаются здесь. Ну, здесь крайне все просто. Вот, естественно, будет со временем меняться, когда будет летняя коллекция, сюда выведут летние товары и так далее. Обратите внимание, что на карточке товара с левой стороны появился такой бейдж, new, новый. Как вы знаете, в e-commerce такого бейджа нет, то есть, новые товары никак не помечаются в e-commerce. Для этого был сделан специальный функционал и вот здесь выводится такая вот плашка со словом new. Как определяются новые товары? Таким бейджем отмечаются товары, которые были добавлены в течение последних 30 дней. Как только 30 дней проходит, этот бейдж исчезнет и данный товар уже не будет считаться новым. В WordPress есть функционал тоже вывод новых товаров, но он не учитывает, когда был товар добавлен. То есть, если вы сделаете как бы вывод новых товаров, то будет просто отображаться товары, которые были добавлены последними. И не важно, когда они были, хоть год назад, если они были последние добавлены, то они будут считаться новыми. Для магазина, который часто обновляет свою продукцию, это не очень получается актуально и нужно обязательно подчеркивать те товары, которые были добавлены не просто последними, но, допустим, за последние 30 дней и как-то их отмечать бейджем. Ну, вот, соответственно, мы так сделали. Это очень здорово и людям подсказывает, что данный товар новый. Добавлена еще такая иконка, которую мы уже рассматривали. Это у нас wishlist избранные. Используется плагин with wishlist, но данная кнопка, она, я уже сейчас точно не помню, но, по-моему, она отображается просто под товаром или даже вообще на товаре в каталоге не отображается. Это я уже сейчас не могу припомнить, точно как по умолчанию, но была идея разместить эту иконку именно на товаре. Для этого тоже использовали специальные коды, чтобы разместить эту иконку, этот функционал на карточку товара. Для этого использовался шорт-код и перезаписывалась карточка товара. Дальше у нас идет изображение и на изображение обратите внимание, что на некоторых картинках при наведении мышки картинка меняется. Это те товары, которые включена галерея. То есть, если у вас одна картинка в товаре, то, конечно, ничего не меняется. Если их несколько в галерее, то вторая картинка по счету отображается при наведении мышки. По умолчанию такого функционала тоже нет в WooCommerce и он был добавлен отдельно. Согласитесь, это как-то оживляет каталог и дает больше информации о товаре уже на странице каталога, не переходя на страницу товара. Дальше у нас идет заголовок и цена. На главной странице у нас нет кнопки в корзину купить, есть только цена. Обратите внимание, что у нас здесь еще указаны миллилитры, то есть какой объем данного товара. Когда мы создавали магазин и думали о концепции, то был вариант сделать вариативные товары, потому что у этого бренда есть, допустим, один товар в нескольких объемах. И думали сделать вариативный товар, либо, поскольку товаров не так много, было принято решение делать все-таки простые товары, но на каждый объем. То есть, например, допустим, есть диффузор, одно и то же название, но в разных объемах, 150 миллилитров, 100 миллилитров и 50 миллилитров. Допустим, если рефил есть только 100 миллилитров или там еще 120 есть, чуть побольше. И было принято решение делать все-таки простые товары и наглядно показывать сколько миллилитров. Так, по крайней мере, в каталоге сразу человеку видно, ему не нужно переходить на карточку товара, чтобы посмотреть, какой есть объем и выбирать нужный. Плюс ко всему, создавать вариативные товары гораздо сложнее, чем простые. И если у вас товаров немного, ну, например, до 100, ну, не знаю, там, может быть, ну, 120, да, 130, то достаточно просто сделать все-таки карточки на каждый объем отдельно, на каждую вариацию. если товаров, конечно, много, тысяча, например, да, то проще, конечно, все-таки скомбинировать, наверное, вариативные товары. Тоже обратите внимание, здесь интересный момент, поскольку у нас название товара и объем это заголовок, то есть и название, и объем, это все один заголовок, разделенный запятой. И когда мы посмотрели, как это выглядит, тут, кстати, вот видно здесь, можно посмотреть, здесь вот я не исправила, надо будет обязательно тоже сделать. Вот здесь, видите, вот это видно, что это один заголовок. И вот здесь, например, очень длинный заголовок и на вторую строчку переходит, и объем, он как бы часть, является частью заголовка, и он теряется. То есть, во всем вот в этом можно не увидеть миллилитры. А это, собственно, важный момент, да. И с помощью кода мы сделали так, мы разделили текстовую часть и миллилитры, которые разделены с запятой. И все, что идет после запятой, у нас идет на второй строке. И вот эти миллилитры мы, получается, выделили на отдельную строчку, и они смотрятся здесь, ну, просто идеально, да, сразу видно, какой объем, он отделен от заголовка, и это тоже очень практично и наглядно для ваших посетителей. Вот, то есть, такие вещи тоже можно делать. Дальше мы переходим во все товары, и здесь мы, наверное, сейчас перейдем сразу в осеннюю коллекцию. Да, это у нас страница с осенней коллекцией, но у нас все архивные страницы товаров, они одинаковые. Единственное, что меняется, это, естественно, сама коллекция товаров и заголовки. Вот сейчас мы находимся на странице осенняя коллекция, если мы перейдем, например, в категорию диффузоры, то страница будет выглядеть точно так же, поменяется только название диффузоры. Если мы перейдем на страницу наполнителей, то будут, соответственно, заголовок наполнителей, товары поменяются. Если перейдем в новинки, то у нас отобразятся все товары, которые были добавлены недавно, слово новинки. Ну, понятно, да, то есть у нас везде будет только меняться заголовок. Страница будет выглядеть точно так же. Что здесь интересного? Здесь добавлены у нас фильтры, фильтры, и изменена иконка для сортировки. По стандарту сортировка у нас обычное вот такое вот поле, выпадающий список, человек кликает, ну, в общем, ничего плохого, но, опять же, помните, я говорила, да, что у нас минималистический стиль, и мы убирали все лишнее, все лишнее, что может отвлекать. Даже вот это простое поле с текстом, это тоже лишние тексты. Когда мы нажимаем, а здесь вот просто иконочка, да, мы нажимаем на иконку, и появляется, собственно, выпадающий список для сортировки. Фильтры тоже скрыты. Для фильтров замечательный плагин, использовали, называется он Rocket, вот здесь, кстати, он отображается для определения там статуса, да, вот, но фильтры, замечательный плагин, замечательный функционал, но реально на сайте он смотрится, ну, скажем, так себе, да, то есть там огромные просто заголовки, некрасивые чекбоксы для выбора фильтра и так далее, то есть все очень некрасиво, громоздко, и единственный вариант его разместить, это вот здесь, в боковой колонке, то есть уменьшить вот это поле полезное, мы его уменьшаем, размещаем здесь в боковой колонке громоздкие, огромные, некрасивые фильтры, ну, функциональные, да, вот, и, соответственно, мы приняли решение сделать, переделать полностью функционал, перезаписать его и сделать вот в таком виде, даже на десктопе, при клике на слово фильтры или на иконку у нас появляется вот такое всплывающее, выплывающее, точнее, с левой стороны окно, оно точно такое же, как и окно корзины, посмотрите, как все очень гармонично и красиво смотрится. Итак, фильтры, дальше у нас фильтр по цене, категории чудесно выглядят, коллекции ароматов, объем и сброс. Все это здесь гармонично, красиво отображается и фильтры работают так, то есть мы выбираем, например, категорию, соответственно, когда происходит перезагрузка, фильтры остаются, но уже сокращаются количество фильтров, например, для наполнителей есть объем только 100, и, соответственно, не все объемы отображаются, а только 100 мл, понятно, да, то есть у нас как бы подстраиваются фильтры под то, что сейчас отображается на странице. Идеальный вообще плагин, но требует огромной-огромной доработки, и вот здесь все сделано просто идеально для пользователя. Хорошо, также здесь слово new есть, beige, кстати, если будет sale, то, соответственно, будет иконка sale, тоже иконка wishlist, и здесь в каталоге отображается еще кнопка в корзину, в корзину, когда мы кликаем на слово в корзину, то происходит добавление товара в корзину, выплывает панель автоматический, и дальше уже мы просматриваем корзину, что-то удаляем, добавляем, и переходим либо в корзину, либо сразу в оформление заказа. ну, в общем, собственно, по магазину все, да, еще давайте посмотрим, важный момент, это страницу товара, перейдем в каталог, еще посмотрим потом страницу, как выглядит сайт мобильной версии, и так, перейдем в товар, где у нас есть галерея, страница товара немножко переделана тоже, здесь галерея отображается миниатюры с левой стороны, по умолчанию они отображаются под картинкой, но здесь решили добавить вот слева, чтобы сразу же было видно, потому что картинка может занимать какое-то место, и вот эти вот картинки, маленькие миниатюры не видны, нужно прокрутить экран, чтобы увидеть их внизу, гораздо лучше они смотрятся именно с левой стороны, вот так картинки меняются, дальше здесь эта страница сделана в элементар, верстка, но здесь сделаны опять же кое-какие изменения именно в коде, ну во-первых, здесь изменены тоже плюс-минус добавления товара, количество, и изменены вкладки, то есть по умолчанию у нас именно вкладки, они отображаются вот здесь вот внизу, не очень тоже удобный функционал, и здесь мы разместили его с правой стороны от фотографии в карточке товара, и в виде аккордеона, такой же аккордеон, как и на странице личный кабинет, по умолчанию сразу же открыто описание, если человек хочет посмотреть детали, то он здесь увидит вес, габариты, объем, все, что заполняется владельцам сайта в карточке товара, и применение, тоже вот интересный момент, мы сюда добавили дополнительную вкладку для описания, как применять данный товар, поскольку категории в магазине всего 5, такое можно тоже сделать, мы здесь добавили атрибут применения, загрузили туда 5 описаний для этого атрибута, и когда автор, допустим, делает карточку товара одной из категорий, например, это автодиффузор, то выбирает атрибут применения автодиффузор, и там автоматически подгружается вот этот текст, то есть не нужно его писать все время вручную, очень удобно, очень практично, сохраняет место, и опять же ничего лишнего, все очень лаконично и аккуратно, все скрывается, ничего в глаза сильно не мешает, главному процессу это покупки. Хорошо, также здесь у нас есть иконка избранный, поделиться в социальных сетях ВКонтакте, Пинтерест или Телеграм, ну, дальше у нас идет статическая информация о том, как доставляется, какие преимущества доставки у данной компании, и с этим товаром покупают. Здесь обычно размещают товары похожие, но мы решили разместить сюда апсейл товары, товары, которые нужно вручную указывать во время создания карточки товара. Сейчас здесь пусто, потому что идет наполнение данного сайта товарами, и как только заполнится полностью магазин всеми товарами, уже автор данного магазина выберет апселлы, потому что апселлы это мы выбираем те товары, которые уже есть в магазине, иначе это не работает. Поэтому, когда будет все заполнено, уже автор укажет, какие будут апсельные товары. Апселлы гораздо лучше сюда вывести, потому что вы можете управлять этим процессом. Если разместить просто похожие товары, то товары будут отображаться из той же категории, в которой вы разместили данный товар, что, в общем-то, не очень практично, потому что, например, в данном случае для диффузора, автодиффузора было бы круто купить, допустим, наполнитель для этого диффузора отдельно, либо там палочки отдельно, ну или что там еще продается для этого. Вот, то есть какие-то дополнительные комплектующие, аксессуары, не знаю, может какие-то дополнительные ароматы, которые добавят еще больше, не знаю, похожие, например, ароматы и так далее. То есть этим процессом нужно управлять и здесь указывать более осмысленно товары, которые с этим товаром покупают. Ну, в данном случае будет это оформлено чуть позже. Хорошо, теперь мы находимся на странице Footer, точнее в части сайта Footer. Здесь у нас просто стандартные страницы. А нас, главное, контакты, сотрудничество, эти все страницы оформлялись в элементаре и, в общем-то, здесь нет ничего такого особенного, потому что все тоже придерживается такого минималистического стиля, чисто информационные какие-то блоки, которые предназначены для информирования покупателей. Здесь в каталог у нас выводятся все товары, новинки, наборы, распродажи, коллекции ароматов, то есть самые главные страницы магазина, еще раз повторяются. Дальше покупателям о продукции, доставка, оплата, партнеры, избранная и личный кабинет. Обычно для каждого сайта это делаются отдельные какие-то страницы, важные, которые вы хотите отметить, но обычно обязательно это доставка и оплата страница и обязательно может быть еще раз повторить личный кабинет, он у нас есть наверху, но также еще повторяется внизу. Избранная это то же самое, что у нас здесь наверху, иконка сердечка, партнеры это индивидуально конкретно для этой компании, компания распространяет свою продукцию в другие магазины, соответственно, они здесь тоже указаны, что это за компания, о продукции здесь ребята сделали просто PDF-файлы для каждого товара, как это использовать, то есть можно распечатывать либо скачивать, ну это такие уже индивидуальные вещи конкретно вот для этого сайта были сделаны. И, конечно же, специальное предложение новинки для подписчиков, то есть здесь у нас идет подписка на во-первых, рассылку, во-вторых, на получение скидки 10% на первый заказ. Я сейчас уберу кэш и покажу, что еще здесь сделано для того, чтобы получать люди подписывали, здесь сделан поп-ап, ну он появляется только один раз, один раз, когда человек заходит, если он его закрыл, то больше не отображается поп-ап. Я сейчас обновила кэш и вот должен этот поп-ап появиться. Он тоже в минималистическом стиле, здесь нет ничего лишнего, все как у Christian Dior, то есть подписка на рассылку, получите 10% на первую скидку и форма подписки, все, больше ничего. Может быть еще владелец этого магазина, этого бренда захочет добавить какую-то картинку диффузоров, но пока оставили вот в таком виде. Вот, собственно, и все. В самом низу у нас указано дома бренд, название, интерьерная парфюмерия, все права защищены и юридические документы, страницы политика конфиденциальности, это обязательные страницы абсолютно для всех сайтов, все аккуратненько здесь в том же стиле, дальше договор оферты обязательно, да, при покупке каждый магазин должен иметь такую страницу обязательно, ну и это касается авторские права, это уже конкретно этого сайта, этого бренда, поскольку это авторские композиции, то, соответственно, здесь оговариваются авторские права. Иконки социальной сети и, собственно, все, вот так сайт выглядит и работает внешне для ваших посетителей. Согласитесь, много вещей здесь сделаны именно для удобства, много чего переделано, убрано лишнее. И иногда, когда мы смотрим на какие-то сайты и кажется нам, ой, они такие простые, на самом деле, это огромная работа по убиранию всего лишнего, скрывать вот это все лишнее, чтобы оно отображалось красиво при необходимости. Давайте еще посмотрим мобильную версию, здесь тоже есть, что рассказать, и, к примеру, мобильное меню, да, мобильное меню делалось так же, как и весь сайт в Elementor, но в Elementor это крайне некрасивая вещь, которая очень сложно управлять. Меню там отображается, вот выпадает внизу, вот здесь вот в лучшем случае можно вот так вот его под шапкой отобразить, но, опять же, это некрасиво и не сочетается с корзиной, то есть корзина у нас выплывает таким образом, да, справа налево красивой плашкой, а меню, когда при клике по умолчанию, вот здесь вот внизу отображается, ну, понятно, да, что несоответствие, нам нужно было привести все это в один вид, и поэтому меню создавалось полностью отдельно, программировалось, и теперь оно при клике так же, как и корзина, выплывает только с левой стороны направо, и отображается вот очень-очень симпатично. Здесь внизу мы вывели избранную страницу и войти в аккаунт, потому что мы не стали делать это вот здесь, то есть в обычной версии у нас четыре кнопки вверху справа, а в мобильной версии только корзина, а все остальное убрано в меню, поиск в меню, избранные, и войти в аккаунт, в личный кабинет. Все, здесь у нас, ну, соответственно, такое же меню, как и шапки, да, повторяется, но кое-какие моменты здесь другие. Все, вот, собственно, так выглядит сайт, сайт, и очень довольны его исполнением, как он выглядит, вот, кстати, фильтры тоже, да, видите, одинаково отображаются. Все очень красиво, лаконично, понятно, и самое главное, понятно для посетителей. Давайте теперь на секундочку зайдем в админку, и я покажу вам, что в админке сделано для удобства администратора. Ну, и покажу плагины, которые использовались для работы с данным сайтом. Итак, первое, плагины. Давайте по плагинам пройдемся. Плагины для WooCommerce, про которые я говорила. Первый плагин, Advanced AJAX Product Filter for WooCommerce. Это плагин, который делает фильтры компании BeRocket. Вот эта вкладочка, да, здесь то, что я рассказывала про фильтры, замечательный функционал, прям очень рекомендую, но требует доработки по стилю. Дальше, ну, SDEC, понятно, да, это платный плагин, замечательный плагин, прям рекомендую, компании WooDev. Дальше, Checkout Field Editor and Manager for WooCommerce. Этот плагин позволил убрать лишние поля со страницы Checkout и разделить вот это поле на две части с заголовком, добавить адрес доставки, да, то есть вот этот классный плагин прям очень хорошо работает с полями. Дальше, ну, понятно, Elementor, Elementor Pro. Следующий плагин, FIBA Search, AJAX Search for WooCommerce. Это плагин поиска, формы поиска AJAX, который вот мы используем наверху и в мобильной версии во вкладке меню. Hummingbird, это кеширование, замечательный плагин. Дальше, Loco Translate. Некоторые вещи нужно было перевести на сайте, который у нас по умолчанию в WooCommerce, чтобы не делать это через PHP, мы устанавливаем Loco Translate и делаем свой собственный перевод. Например, автор сайта данного бренда владелец попросил, чтобы слово купон было заменено на слово промокод, то есть полностью меняли это название купон на промокод. Дальше, RoboCassa, это подключение кассы. Smart Manager, это возможность управлять запасами, сейчас я покажу вам, как с ним работать, тоже очень удобный плагин. WooCommerce, понятно, это у нас для почты, чтобы не приходило в спам, плагин Yith WooCommerce Wishlist, это вот как раз это сердечко, которое добавляет товары в избранные. Вот, собственно, то, что было использовано для данного сайта. Ну, давайте посмотрим B-Rocket, фильтры. Замечательный плагин, работает идеально, но требует доработки, как я уже говорила, да? То есть создаем коллекцию из фильтров, точнее, фильтры создаем, затем мы все это группируем, делаем одну группу из всех этих фильтров и размещаем с помощью шорткода. Ну, мы делали это с помощью PHP, данный шорткод потом размещали и так далее, чтобы все выводилось красиво. Дальше, Smart Manager, это управление товарами. То есть, смотрите, когда у нас мы создали товары в разделе товары, в e-commerce товары, здесь мы можем их менять. Ну, например, там, не знаю, коллекции, атрибуты указывать, или, скажем, название менять, или описание вставлять. То есть, здесь удобно просто расположение. Видите, они все здесь в виде таблицы. Единственное, что в бесплатной версии можно сделать только три изменения. Три сделали, сохранили, три сделали, сохранили. Но можно его приобрести и делать в итоге, приобрести про-версию и в дальнейшем массовую правку делать. Вот, пожалуй, и все про данный сайт. Я надеюсь, вам понравился сам сайт, его возможности, то, как он выглядит, то, насколько он удобен. Напишите свои комментарии к этому видео и что вам, понравился ли вам вообще стиль, нравится ли вам стиль минимализма. И, может быть, какие-то у вас есть замечания, было бы интересно тоже их услышать. Это идеальный сайт для брендовых товаров, для товаров какого-то, может быть, ручного производства. И, естественно, многие, кто хотел бы создать такой сайт, задаются вопросом, как это сделать. Такой сайт, такой внешний вид сайта пошел, в общем, на ура и воспринялся очень хорошо у американской аудитории. Мы вот показывали его и много возникло вопросов, а как сделать это, как сделать то. И я решила написать курс по данному, прям вот по созданию такого сайта, расписать все подробно, как все, что делал, сделать, какие здесь делались изменения, какие плагины, как они настраивались, как менялись и так далее. Полный подробный курс, чтобы сделать в точности вот такой вот сайт. Следите за новостями, под этим видео появится ссылка на запись на курс, как только будет готов план для курса. Вот я обязательно его запишу, потому что, ну, очень много вопросов и многие бы хотели такой сайт создать. Вот когда вы смотрите на этот сайт, абсолютно он будет выглядеть по-другому, если заменить картинки. То есть, как только меняются картинки, сайт уже смотрится по-другому. Также можно заменить, допустим, какой-то добавить акцентный цвет. Здесь была идея никаких лишних цветов, только темно, серый и белый. Все, больше никаких цветов. Но на самом деле можно сюда добавить какой-то один акцентный цвет, который будет использоваться на кнопках, может быть, на вот этих вот плашках, да, то есть, какой-то один акцентный цвет, то есть, все будет черное, либо темно-темно-серое, и какой-то один цвет. И тогда сайт совершенно будет смотреться тоже по-другому. То есть, из одной и той же идеи, да, минимализма, можно сделать разные сайты по виду. Все, следите за новостями, появится ссылка, записывайте на курс, если вам интересно научиться создать такой сайт. И до новых встреч в новых видео!